В зале культурно-спортивного центра «Мечта» собрались представители прекрасной половины человечества. Ведь традиционно в дошкольных образовательных учреждениях трудятся преимущественно женщины, воспитатели, повара, логопеды, музыкальные руководители и технические работники. Вот лишь краткий перечень тех, кто обеспечивает ежедневное комфортное пребывание малышей в Одинцовских детских садах. Они родители просто их детей не узнают после детского садика. Они приходят домой, они даже по-другому начинают разговаривать с родителями. Это сказывается воспитание уже. И то, что закладывается на этот возраст, оно остается практически на всю жизнь. Как мы говорим, трех лет воспитывают, после трех лет перевоспитывают. Примерно. Поэтому, конечно, хочется пожелать всем работникам наших дошкольных детских учреждений хорошо отдохнуть за лето. Набрасывая сил, чтобы с новой энергией взяться за свою работу уже в сентябре. Для многих из присутствующих в зале работа с детьми уже давно стала делом всей жизни. Среди награжденных есть и представители педагогических династий. Профессия – это династия. У меня мама, музыкант, в детском саду проработала 45 лет. Это надо вообще любить детей. Любить детей и быть немножко ребенком. Неважно, сколько тебе лет. То есть ты тогда с ребенком на одной ступеньке стоишь. То есть тебе не нужно его понимать, как взрослый ребенок. Ты просто становишься ребенок. Памятные подарки, благодарственные письма и цветы в этот день получили более 30 работников дошкольных образовательных учреждений. А главным сюрпризом праздника стала концертная программа. Екатерина Яровая, Евгений Голиков, телекомпания Одинцова.